С 2020 года россиянам начали оформлять электронные трудовые книжки. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольной. У тех, кто впервые начнет работать с 2021 года, книжка сразу будет вестись только в электронном виде. Сегодня по области у нас где-то 400 тысяч работающих граждан, у которых имеются так называемые бумажные трудовые книжки, и которые до конца этого года должны определиться. Они будут в дальнейшем вести учет своей трудовой деятельности в бумажном варианте или полностью перейти на учет в электронном виде. Хочу отмечить на сегодняшний день из этих 400 тысяч работающих по области приняли решение в том или ином варианте в пределах 90 тысяч. То есть еще небольшое количество граждан, но до конца года должны определиться все. Теперь все сведения о том, что человека приняли на работу, повысили или уволили, передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации. Обычная трудовая книжка нужна будет только для того, чтобы подтвердить сведения о работе до 2020 года. Те граждане, которые будут выбирать вариант бумажной трудовой книжки, у них записи в трудовой книжке будут исчисляться так же, как и раньше, но работодатель параллельно все равно будет в соответствующие сведения подавать в Пенсионный фонд и в электронном виде. Специалисты отмечают, что внедрение в практику кадровых служб так называемых электронных книжек все больше набирает обороты. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».